Во все колокола в Самаре впервые прошел областной пасхальный фестиваль, который собрал свыше 60 звонарей. Среди них гости из Мурома и даже Москвы. Фестиваль провели в первое воскресенье после Пасхи, когда все православные отмечали Красную горку. Услышать в этот день колокольный звон – знак большой радости и хороших перемен. Мария Акимова поднялась на колокольню Иверского монастыря и выяснила, сколько нужно времени, чтобы научиться непростому искусству. Колокольный звон на всю округу. Именно так по церковным канонам звучит голос Божий. Мелодия не утихает на протяжении нескольких часов. Областной фестиваль колокольного звона в Самаре проходит впервые и завершает пасхальную неделю. Для профессионалов это возможность обменяться опытом, а для воспитанников местных школ звонарей – своего рода экзамен. В среднем искусству обучаются около трех лет. Надо двумя руками играть и разная мелодия – это тоже сложно. И запоминать тоже сложно. Очень величественное ощущение, особенно когда находишься на колокольне. И даже сам подвиг на нее – подняться. Они ездят по разным храмам, звонят на разных колокольнях. То есть это определенный опыт такой, ну пусть малый, духовный, но для них опыт. Современный звонарь не обязательно седовласый старец в рясе. Саве Зорину 21 год. Он учится в Институте культуры на актера. Одно из многочисленных его увлечений – живопись. Работал барменом и несколько лет жил в Праге, где был звонарем храма Святой Людмилы при российском посольстве. Уверяет, на колоколах может сыграть все, что угодно, даже дабстеп. На любую колокольню подняться, там будет свой набор, который в любом случае будет отличаться. То есть, ну, я не встречал такого, что я прихожу на одну колокольню, потом на другую, и там получается один и тот же звон. То есть везде все по-разному. Проходит фестиваль в одном из духовных центров Самары – Иверском женском монастыре. Колоколов 12, самый большой, весит 4 тонны. Среди икон – изображение святителя павлина, который считается покровителем звонарей всего христианского мира. По преданию, однажды он прилег отдохнуть на цветущем лугу. Во сне ему явились ангелы, которые раскачивали чудесные полевые цветы-колокольчики, издававшие мелодичные звуки. Когда святитель вернулся с прогулки, он велел отлить несколько колоколов в форме тюльпанов, и вскоре они появились во многих храмах. Знакомство самарцев с историей и традициями колокольного звона – одна из главных целей фестиваля. Что такое колокольный звон? Колокольный звон – это в духовном смысле слова, это обратная сторона молитвы. В старину бабушки узнавали, какое действие происходит в храме, когда исповедь, когда причастие. А для человека, который не выцеркленный, в принципе, любой колокольный звон, он определяет под собой какой-то духовный настрой. Почувствовать себя настоящими звонарями могли все желающие, от мала до велика. Если у храма нет своей колокольни, она только строится или находится на реконструкции, в ход идут вот такие переносные звоницы. Они легко разбираются, да и много места они занимают. На данной представлено пять небольших колоколов, этого достаточно, чтобы научиться о замзвона. Всего первый фестиваль собрал 64 участника, среди которых гости из Мурома и Москвы. В его завершении самым юным звонарям вручили памятные призы и подарки. Мария Акимова, Сергей Александров, Новости губернии.